От картин акрилом на холсте до современной графической иллюстрации. Именно многогранность личности и готовность открыться современному искусству отличает людей творческих, считает самарская художница Евгения Тарасова. Девушка всю жизнь посвящает написанию картин, и, как любому творческому человеку, ей хочется признания. Хорошей возможностью для этого стал конкурс на художественную премию Константина Головкина. Евгения подала свои работы на отборочный тур и одержала победу сразу в двух номинациях – традиционное изобразительное искусство и дизайн. Главная тема ее произведений – это, конечно же, любимый город – Самара. Эта тема очень сильно затянула, проходит через все мое творчество. Поэтому работы я их уже как бы вижу. Они в моей голове живут, и я даже не всегда успеваю их вовремя нарисовать. Потому что очень много образов, и очень яркая грань моего творчества. И я ее не хочу оставлять. Хотя я сейчас много езжу, пишу с натуры, по пленэрам. Но вот Самара – это основное, так сказать, направление. И оно останется, наверное, еще на долго. Художественная премия имени Константина Головкина – одна из самых молодых в регионе. Ее учредили в октябре этого года, накануне празднования юбилея, пожалуй, самой неординарной личности Самары XIX века. Весь город знает, что это был купец, меценат, богатый и эксцентричный человек, ценитель искусства и художник-любитель. Отсюда и ориентиры премии – широта взглядов и открытость к современному. Решение об учреждении ежегодного конкурса в области изобразительного искусства и дизайна было принято на одном из совещаний специального Головкинского комитета под председательством депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Имя Головкина, оно близко, наверное, большинству из тех, кто занимается творчеством, искусством – самарцев. И когда премия носит имя близкого тебе по духу человека, это как бы вдвойне дорого, и это уже начинает касаться лично тебя. И хотя премия была учреждена совсем недавно, интерес у жителей Самарской области она вызвала точно. На конкурс подали 136 заявок. Планируется, что премия имени Константина Головкина станет ежегодной. В этом году субсидии на нее выделены из бюджета Министерства культуры Самарской области. В дальнейшем, следуя традициям самарского меценатства, во многом заложенным Головкиным, к участию в финансировании конкурса планируют привлекать благотворителей из числа предпринимателей региона. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.